Всем привет, друзья! Ко мне приехал совсем недавно, буквально сегодня я получил на почте LiEco Li2. Этот смартфон на Helio X20, 10-ядерный. Я пока про него знаю не так и много. Конечно же, мне хочется как можно скорее его потестировать. Я, скорее всего, все-таки возьмусь и сделаю это достаточно быстро. Конечно, я похожу с ним минимум 2-3-4 дня, как получится. Поставлю сюда свою сим-карту и подробно вам расскажу. Это первое впечатление. LiEco. LiEco достаточно мощно заявила о себе и достаточно агрессивно выходит на рынок в том плане, что действительно делает очень неплохие по характеристикам смартфоны в металлических корпусах, заявляются очень высокие характеристики, все очень хорошо, но за невысокую цену. Мое дело разобраться и рассказать вам. Первое включение, я даже не знаю батарейка есть или нет, коробка открытая. Магазин ко мне приехал с китайского интернет-магазина bankgood.com. И, ребята, в этот раз приехал вообще рекордно быстро. Наверное, там они понимают, что, конечно же, как можно скорее хотели мне его отправить. Уехал он 30 мая 2016 года, 7 июня, то есть 8 дней. И он, по-моему, на почту еще вчера пришел. Он уже приехал. Это вообще рекорд. Обычно из bankgood, из этого магазина, идут дней 20. Ну, иногда поменьше, 17-18, иногда чуть больше. Но в целом тут вообще рекорд. Короче, первое впечатление я тестировал один из Li TV, еще когда он назывался. Все то же самое. То есть полностью металлический корпус с полосками антенн, сканер отпечатков пальцев, камера, вспышка. Включаем. Да, они его все-таки перепрошивают. Будем надеяться, что каких-то косяков нет. Я, кстати, в bankgood написал, попросил их присылать в следующий раз Xiaomi, которые будут оригинальные, без китайской прошивки. Они заверили, что жалоб много, и они это обязательно учтут. Кнопки, в общем-то, ребят, это первая распаковка, первое впечатление. Ну, первое впечатление, конечно же, хорошее. Что тут сказать? Чего-то кардинально нового, когда компания называлась еще Li TV, я тут не вижу. В общем-то, чего-то, ну, наверное, и сложно уже что-то сделать. Дизайн, что сказать? Дизайн и дизайн нормальная трубка. Не скользкая, в принципе, особо металлическая. В меру тонкая, в меру увесистая. Надо все тестировать и рассказывать. Посмотрим. Собственно, русский язык здесь есть. Должен быть, по идее, потому что компания выходит на российский рынок и собирается открывать представительство, насколько я помню. Давайте посмотрим. Система Language. Язык. Так, русский язык, конечно же, должен быть. И сейчас обращу внимание, есть ли здесь еще Play Market. Так, русский язык поставил. Play Market есть, конечно же. Давайте посмотрим тогда о телефоне. И я буду его прям тестировать быстро-быстро. Версия Android 6. Li X620 модель телефона. Что еще? Helio X20. 10 ядер, 2,3 ГГц. Ребята, это вообще, конечно, космос. С каждым годом работает все быстро. Но я всегда повторяю, быстротой уже не удивить. Даже реально дешевые смартфоны работают быстро. Оболочка без меню приложений. Но лечится легко. Ставится какой-то другой лаунчер. Экран. Но надо опять же тестировать. Ну что, первое впечатление, приближение, все очень хорошо. Что тут еще сказать? Надо потестировать, походить с ним, попользоваться, камеру потестировать. И потом снять обзор. В целом, ощущение в руке лежит хорошо. Легкий. Я не знаю, сколько он весит. Не читал еще характеристики. По ощущениям, грамм 160 максимум. Но для большого телефона это достаточно неплохо. В общем, так. Тогда... Так, да, кстати, у него же этот пропал джек 3,5 мм. Друзья, вот это вот, а не то, что обещали, они сделали. Мне кажется, это не самая хорошая идея. Мне это действительно не очень сильно нравится. И где переходник? Вот он. А то я тогда был бы просто в шоке. Короче, переходник. Я надеюсь, что все-таки не все производители поддержат эту моду. Не хотелось бы ходить с переходниками, пока обновишь свои наушники. Но нам придется это делать. Да, конечно, маркетинг суров и беспощаден. Что тут сказать? Что тут сказать? Ладно, ладно, что тут. Кому-то это не помешает, но для меня, конечно, это будет минус. На любом телефоне, какой бы я ни тестировал. До тех пор, пока я не обзаведусь полностью наушниками такими. Но, эх, маркетинг, маркетинг. Вспоминаю Sony Ericsson, Nokia. У всех были свои разъемы и приходилось каждому телефону покупать. А еще делали раньше производители и сгалялись джеки 2,5 мм. Году так 2006, 2005, 2004. Специально только, чтобы покупать переходнички или наушники с 2,5 мм. Ну, ладно. Получается, тогда, я не знаю, чем эта распаковка вам поможет, не поможет. Я решил делать распаковки только на интересные, как правило, на флагманские продукты. На все подряд делать больше не буду. Первое впечатление, первый вывод. Не хуже совершенно того, что я тестировал, того же LeTV еще, когда эта компания называлась. Очень интересно посмотреть, как процессор покажет себя в работе. Очень интересно посмотреть автономность, камеру. Ну и все, все, все. Так что ждите. Обзор будет. Я же, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Да, USB. Как вы поняли, Type-C, само собой. Все, счастливо, ребята.